1 Царств, 14 глава, 1 стих. Когда мы живем в этом мире, мы и можем увидеть Диане Господа Бога. Знаете, я думал, что Господь Бог не действует у такого человека, как я. Однажды, когда я служил в городе Акук-Тон, я тогда был с одним братом. В тот день, в то время, мы очень много тренировали голодать. Много голодали. И, знаете, мы ели все. Когда поднимались на горы, кроме деревьев и камней, мы ими пытались съесть все. Я однажды, я читал Библию. И утром, читая Библию, в моей душе вдруг появилось очень интересное сердце о том, что Господь Бог даст очень богатую пищу. Интересно. Мне казалось, что Господь Бог точно даст мне пищу. Такая душа у меня образовалась. В то время, брат, который читал Библию, лежа на полу, он говорит, брат Пак. Я говорю, да. Сегодня Господь Бог нам даст столько пищу, что мы найдимся. Я спросил, брат, вы тоже об этом подумали? Потому что я также подумал именно об этом. И вдруг на улице кто-то сказал, есть кто-нибудь дома? Мы открыли дверь, и незнакомый нам молодой человек стоял на улице. Я сказал, холодно, проходите в дом. Он вошел в дом, и что говорит? В нашей деревне один молодой человек пошел служить в армию, но попал в автокатастрофу и погиб. Из военной части привезли его тело в гробе. Ну, взрослые деревни вышли и сказали, что нельзя. Потому что в эту деревню могут войти только живые люди, но мертвым вход сюда запрещен. И они запретили вводить тело. И тогда военные, они просто ухода в деревню поставили это тело и ушли. Молодые люди, поставив эту могилу у дерева, и готовились к похоронам. Однако ни один человек в этой деревне никогда не проводил похороны человека, который умер вне территории этой деревни. Они имели опыт хоронения людей, которые умерли в этой деревне, поэтому не знали, что делать. Это тело начинает уже портиться, но никто не знал, что нужно делать в такой ситуации. Старшие в деревне собрались и начали совещаться. «И я знаю, как хоронить людей, которые умирают в этой деревне, но мы не знаем, как хоронить человека, который умер вне территории этой деревни». Они так переживали, и вдруг кто-то сказал о том, что в соседней деревне есть два молодых евангелиста. Давайте у них мы попросим, чтобы они провели похороны. И когда мы прошли через одну гуру, можно было услышать, как люди плачут. Мы вошли в деревню, и нам предложили завтрак. Мы позавтракали. Знаете, этот завтрак был, как будто нам снится. А, вот почему Господь Бог нам дал такую душу. Знаете, когда я думаю, а порой бывает, что когда я читаю Библию, какая-то мысль, о которой я никогда не думал, вдруг появляется внутри меня. Тогда я понимаю, что это есть руководство Духа Святого. Интересно, Господь Бог, Он по руководству Духа Святого начинает у меня действовать. Когда я получил прощение грехов и рождение свыше, Господь Бог очень много совершил в моей жизни. Но если назвать одно из Его дьяний, Господь Бог, Он одно меня ясно научил. Господь Бог, Он созвал всех людей, и Он хотел сделать их людьми Божьими. А чтобы стать человеком Божьим, нужно быть красивым внешним, нужно быть умным, сообразителем? Нет, Господь Бог же не требует ничего такого. Потому что если некрасивый, то для Господа нетрудно сделать человека красивым. Даже красивого сделать некрасивым Богу очень просто. Согласны? А также, если нет мудрости, это тоже не проблема для Господа Бога, потому что Бог может дать мудрость. Но нужно, чтобы с Богом мы были одним сердцем. Господь Бог, Он ведет многих людей. Он ведет, чтобы эти люди поменяли свое сердце. Но часто люди не доходят до сердца Божьего. Однако, если мы будем сердцем Божьим, именно такой человек сможет слышать голос Божий. Сначала, когда мы читаем Библию, мы просто читаем Библию. Однако, постепенно, постепенно, мы начинаем ясно видеть и обнаруживать сердце Божьего, которое спрятано в Библии. «А, вот, Господь Бог хотел вывести израильский народ из Египта». Когда мы ясно сможем обнаружить сердце Божье, тогда любой, если будет вместе с Господом, неважно, он хороший, плохой, он сможет увидеть, как Бог действует в нем. И именно поэтому, когда мы ведем духовную жизнь, очень важно, чтобы мои мысли и мысли Божьи, они отличаются, чтобы мы знали об этом. Пожалуйста, повторите за мною. «Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути, мои пути», — говорит Господь. В Библии говорится о том, что для того, чтобы мы были счастливыми, нам нужно иметь хорошую жену, иметь много денег. Да, мы хотим это. Однако Господь Бог говорит, что не этим мы будем счастливыми, а Бог дает истинное счастье нам. И я был за это очень благодарен и счастлив. В прошлый раз я говорил уже, девушка, которая не могла видеть, я помолился над нею, и она стала видеть. И она написала мне письмо. Она написала письмо, и я подумал, это же девушка, которая не видит. Интересно, когда она научила, выучила буквы? И поэтому я позвонил пастору, который служит в этой церкви. Я спросил, скажите, пожалуйста, я точно не помню, когда я молился над нею. «Точно я молился над нею?» Мне сказал пастор, что да. Тогда я спросил, я видел, что она пишет буквы. Скажите, пожалуйста, когда она научилась писать? Тогда мне объяснили о том, что сначала эта девушка, она могла хорошо видеть. Однако она неправильно использовала лекарства, поэтому нерв, который отвечает за зрение, умер. Поэтому она перестала видеть совсем. Однако, когда я помолился над нею, а когда, именно, когда я был в городе Хапчон, когда я встретился с евангелистом, с Чимом Соб, именно тогда она тоже пришла, чтобы я помолился над нею. И после этого эта девушка открылась у нее глаза. И поэтому зимой, когда была рождественская контакта в городе Чинчжу, эта девушка, ее родители также приехали на контакту. Знаете, я совсем не знал о ней. Даже я не помнил, чтобы я помолился над нею. Но, сговаривая с нею, я понял, что в тот день, когда брат Чимом Соб общался со мной, также она пришла, и я молился над нею. И после этого у нее открылись глаза. И поэтому на рождественской контакте она и ее отец, ее мама пришли ко мне. Я совсем забыл о ней. Но в тот момент я передал Евангелие ее отцу Юян, он получил спасение. И после этого они начали ходить в церковь, они закрыли магазин, который у них был, и начали ходить в церковь. И потом пришли на конференцию в эту и получили спасение. И они в этот раз очень радовались. Знаете, внутри нас Господь Бог, Он даже действует у такого человека, как я. Я, когда рос, я в детстве сделал очень много плохого. Поэтому я думал, что Господь Бог ни в коем случае не будет действовать у такого человека, как я. Но в 1962 году, когда я точно понял, что кровь Иисуса Христа обомыты все мои грехи, месяц прошел, два месяца, год, два года прошло. И интересно, что хотя у меня не было такой души, у меня не было такой силосердца, однако то, что я понял, удивительно, когда я пошел в Лепрозорь, я должен был провести семинар там. Меня пригласили, и я поехал туда. Братья мне сказали, что нужно быть осторожным там, когда вы будете есть, нужно быть осторожным. Я переживал, как же я буду есть в Лепрозоре, как же я буду проводить время там. Однажды, когда я молился, как будто Иисус говорит мне на ухо. Знаете, какая у меня душа появилась? Когда Иисус вошел в дом прокаженного Вифанию, и очень ясно это слово как будто звучало в моих ушах. Раньше я знал это слово, но пропускал мимо себя. Однако, в тот день я так удивился. А, такой великий и святой, как Иисус. Даже Он вошел в прокаженному. А тем более я, кто такой, чтобы бояться пойти к прокаженному? Такая душа у меня образовалась. Господь Бог, Он всех нас хочет созвать к Себе и хочет вести нас, чтобы у нас образовалась душа, которая верит в Бога, чтобы в нашей душе Слово вело нас. Но, когда мы идем за Господом Богом, знаете, что происходит? Все, что делает Бог, Бог действует совсем иначе, не так, как мы привыкли. Именно поэтому, когда мы смотрим, Лазар, он заболел. И поэтому было бы хорошо, если бы Иисус пришел и вылечил его. Но когда Лазар умер и уже смердет, только тогда Иисус приходит. Поэтому нам очень сложно поверить в это. Да, почему бы не вылечить Иисуса брата, когда он будет еще здоров? Почему же он пришел только сейчас? И тогда чему мы можем научиться в духовной жизни? когда я смотрю, мне кажется, что сто процентов не получится. Однако, Господь Бог, Иисус Христос, Он же не человек, правильно? Иисус, Он не человек, а Бог. Он Сын Божий, правильно? Да, Он Сын Божий. Когда Иисус был на земле, я видел, как Он многое совершил. И также я после того, как получил спасение, живя нескольких десяток лет, даже у такого человека, как я, я видел, как Иисус Христос работает. Что же я хочу сегодня вам сказать? В нашей церкви Куньос Мишон Канами все, кто сидит в этом зале, и у каждого из вас Бог действует, чтобы сделать своим человеком. Понимаете? Бог ведет вас каждого. Однако, не только Бог работает. Понимаете, если играть в футбол одной команды, неинтересно же, правильно? Нужно, чтобы две команды играли в футбол. Одни нападают, кто-то защищается. То же самое. Есть дьявол, который действует в нашем сердце, чтобы нам казалось, что нельзя следовать за Господом Богом, чтобы нам казалось, что нам нужно делать что-то. Так дьявол действует в нас. И тогда наше сердце начинает колебаться. И человек, который верит Господа Бога, если он точно будет знать одно, то для него вести духовную жизнь будет очень просто. Неважно, какие у меня мысли. Что говорит слово в Библии, если мы будем поступать по слову, то вы все будете людьми Божьими. и тогда в вашей жизни, что бы вы ни встретили, это уже не ваша проблема, а это будет проблемой Господа Бога. я, когда молился, я видел, как чтобы человек, который болеет болезнью рак, чтобы он выздоровел, мне казалось, это невозможно. Когда мы читаем Библию, 66 книг Библии содержат множество обещаний Божьих. Один раз читая, два раза читая, что можно было обнаружить в Библии, что те люди, которые следуют за своими мыслями, и есть дорога, по которой идут люди, которые веровали в слово Господа Бога, и их путь совсем отличается. Именно поэтому с того момента я также слово Господа Бога не подходит моим мыслям. Когда я смотрю, мне кажется, как человек, который умирает, может выжить. Однако Бог же не обманывает. Он исполняет свое обещание. Знаете, я тоже каждый день и сейчас читаю Библию. И каждый раз, когда читаю Библию, каждое слово сохраняется в моем сердце. Я размышляю над словом, я вижу, как это слово действует. И когда встречаю людей, больные люди и люди, имеющие проблемы, я им рассказываю слово, подходящее их по сложению, и я видел, как слово это действует в них. Понимаете, вы, ваши мысли, они отличаются от слова Господа Бога. Вы понимаете, да? Ваши мысли, скажите, такие же, как мысли Господа Бога или же отличаются? Они отличаются. Следующий вопрос. Скажите, ваши мысли, и если мысли Господа Бога отличаются, тогда скажите, вы правы Или же Бог прав? Что? Мы же правы. Или нет? Да. Тогда, когда мы поверим в Слово, как есть в Библии, то это Слово будет действовать или нет, скажите? Да, Слово будет действовать. 1 Царств 14 главу, которую мы сегодня прочитали. И израильский народ и филистимляне, они воевали друг против друга. И в Израиле царем был Саул. А в 14 главе рассказывается про Янафан, который является сыном Саула. Он был принцем, тем, который станет царем. Однако Бог сказал Саулу, «Я буду с тобой, поэтому не нужно бояться и идти против филистимлян». Однако Саул, он посмотрел, на то время, знаете, сколько было воинов у филистимлян? 30 тысяч колесницы, 6 тысяч всадников, а пейших воинов, как песок морской. А у израильцян было только 600 солдат. Поэтому это невозможно было сражаться. Филистимляне пришли и начали опустошать земли, начали атаковать, а израильцы начали прятаться, убегать, и осталось всего 600 человек. Сегодня мы утром прочитали 14 главу. И как начинается первый стих? «В один день сказал Янафан сын Саула слуге Орженосу своему, ступая, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне, а отцу своему не сказал об этом». Смотрите, Янафан сын Саула, он говорит, перейдем к филистимлянам, и есть две скалы, и имя одной скалы, как Сене. Имя одной ботец, а имя другой Сене. И имя другой Сене. Сене, это значит устрая, а ботец значит белый, светлый. Знаете, такое интересное имя у них, очень опасная скала, но через эту скалу можно увидеть свет Божий. Янафан увидел, что солдаты, которые с отцом, 600 человек их, все равно им кажется, что они проиграют эту войну, если Бог не поможет. Именно поэтому, если мы проиграем войну, тогда я, принц, поэтому я тоже умру. Да точно погибнем мы здесь. поэтому Янафан, он размышлял, если Господь Бог жив, тогда Бог разве нам не поможет? Попробуй пойти к этим филистинам. Господь Бог же жив. Когда мы смотрим, кажется, что это сумасшедший поступок, потому что он же принц. Это очень опасно. Однако в душе Янафана мы же народ Божий. Мы же народ Божий. И знаете, я очень много испытывал это, живя в этом мире. Хотя тяжело, хотя трудно, хотя есть страдания. Однако Господь Бог, я видел, как Он помогает нам. Царь Сау. Бог сделал, чтобы он воевал против филистинам. Тогда ему нужно сражаться против филистинлян. Но колесницы 30 тысяч, всадников 6 тысяч, а солдат, как песок морской. Поэтому невозможно сражаться, кажется. Поэтому он трясся от страха и находился под гранатовым деревом. А филистинляне же, они нападали на израильские земли и все грабили, разрушали. Иоаннафан. Иоаннафан. Он впервые. Он же принц. Если отец умрет, тогда мне нужно будет стать царем. А если же мы проиграем это сражение, тогда мы будем в рабстве. Это хуже, чем умереть. поэтому солдаты, их сколько, только 600 человек, а у врагов же 30 тысяч колесниц и 6 тысяч всадников, а пехотинцев, как песок морской. Это невозможно даже подумать о сражении. Однако Иоаннафан, подумав о разных вещах, да, если мы проиграем это сражение, все равно мы будем в плену. Тогда нами будут издеваться, мы погибнем. Посмотрев вокруг себя, он понял, что нет другого пути. И о чем тогда Иоаннафан подумал? Мы же люди Божьи. Бог же жив. И этот Бог, если будет действовать внутри нас, тогда эти филистимляне для нас не проблема. Да. Пускай Бог действует. И вот такая мысль пришла к нему. Если Бог будет на нашей стороне, тогда Богу сейчас нужно помогать. Когда еще ему помогать нам? Посмотрим, как он будет действовать. Иоаннафан, он был принцем, и поэтому у него всегда был оруженосец, который всегда рядом с ним, и который носит его оружие и вместе сражается и сказал оруженосцу своему, перейдем к этим филистимлянам, не обрезанным. Для Господа может Господь будет действовать. Мне кажется, что Бог будет действовать. Давай перейдем на ту сторону. И имя одной это очень острая скала, а вторая скала называется Светом. Кажется, что такая опасная скала, но увидели там Свет Божий. Интересно, кто так назвал, мы не знаем, но в этой острой скале одна называется Свет Божий. Там явится Слава Божия. И поэтому и филистимляне сказали, если скажут, оставайтесь там, тогда мы останемся внизу. Если же скажут, поднимитесь, тогда Бог нам поможет, так мы будем знать. И когда они начали проходить, то в этой стороне были филистимляне. И филистимляне увидели, а, вот израильтяне выходят из ущелья, где прятались, поднимитесь сюда, мы кое-что вам скажем. Что? Они говорят, поднимитесь, ты же слушал? Это значит, Господь Бог будет действовать. И там невозможно подниматься, поэтому и на руках он начал подниматься. По-человечески, когда смотрим, очень опасно, потому что принц может погибнуть, его могут взять в плен, это будет очень опасно. Для человека да, однако Господь Бог, Он действует в нас, поэтому это не проблема. Вы извините меня, я пастор. Но даже и у меня порой приходят мысли о том, что Бог это не поможет. как такое возможно? Нет, это невозможно. Бог говорит в слове, но мне кажется, что это невозможно. И каждый раз мы должны оставить слово Господа Бога и пойти со своими мыслями, скажите, так? А? Кто-то говорит, так, наверное, может, спал и только проснулся, и поэтому так отвечает. Знаете, Господь Бог, Он возлюбил вас, и если бы вы не получили прощения грехов, тогда это уже другой разговор. Однако, если вы родились свыше, куда бы вы ни хотели, Господь Бог, Он будет вместе с вами. Именно поэтому человек, который родился свыше, и человек, который не получил прощения грехов, это разница между ними, как небо и земля. Я где бы ни находился, чем бы я ни занимался, я видел, как Господь Бог помогает мне, я видел, как Он действует. Янафан раньше. Он думал, что Бог же жив, Он же наш Бог, Он точно поможет нам, давайте поднимемся. И поэтому, цепляясь за руками, Он поднимался. Знаете, если сверху кто-то прайтяни копьет, тогда Он сразу же погибнет. Но говорят, вот, израильтяне выходят из ущелья. Да, поднимитесь, мы вам скажем, ой, что? Поднимемся. Господь Бог дает нам, что Он предал нас в наши руки. И что произошло, когда они поднялись? Произошло землетрясение, и фелисимляне начали падать. И оруженосец просто начал убивать за Янафана. И произошло Диане. Дорогие братья и сестры, Господь Бог, Он Бог, Он не человек. Поэтому если Он работает, Он работает, как достойно Богу, Он не работает, как человек работает. Поэтому когда мы смотрим, может быть, нам кажется, что это невозможно. Однако Господь Бог, Он может вполне решить такую проблему. Именно поэтому тогда Бог показывает, что Я с тобою по обещанию, что Он будет с нами. Господь Бог, уповая на Его Слово, когда мы начинаем идти, Бог обязательно начинает действовать. Поэтому когда вы верите в Иисуса, человек, который продолжает верить в свои мысли, что он говорит? Он старается идти за Словом Господом Богом, но когда видит какую-то проблему, он останавливается и говорит, что Я это не могу делать. Однако тот, который верит в Слово Господа Бога, хотя ему кажется, что это невыгодно, что это тяжело, невозможно, однако если Бог будет со мной, все возможно, и тогда Бог начинает в нас действовать. Духовная жизнь не самое важное. Господь Бог поставил Саула царем, и Бог хотел через него действовать. Однако Саул, хотя слушал Слово Господа Бога, то, что ему казалось вероятным, он воспринимал, а то, что ему казалось невозможным, он не принимал. Филисимлян было 30 тысяч колесниц и 6 тысяч всадников, а нас же немножко. Как мы можем победить? Мы проиграем эту войну. Однако Бог говорит, нет, я буду с тобою. И в этом мы должны отметить две важные вещи. Когда я смотрю, мне кажется, что мои мысли правы, а Слово Господа Бога кажется, что невозможным, кажется, что опасно, что ничего не получится. Однако, когда я верю Слово Господа Бога, каждый раз, когда мы стараемся совершить дело Господа Бога, дьявол всегда будет вкладывать в нас такие мысли. и кажется, что будет страшно, что будет провал, что будет крах. И тогда мы не можем преодолеть этот страх. Однако люди, которые веруют в Слово Господа Бога, какие-то люди. когда я смотрю, мне кажется, что это невозможно. Однако, Господь Бог, Он живет со мной. Аминь? Аминь? Когда я смотрю, мне кажется, что невозможно. Когда я смотрю, мне кажется, что будет провал, мне кажется, что будет трудно. Но Бог ведь со мной. Когда я был в армии, когда я служил в армии, У нас был генерал-майор. Он очень хорошо ко мне относился. Однажды, в воскресенье, я в классе проводил собрание. Обычно генерал, он проводит дома время, не приходит в часть по выходным. Однако он услышал, как мы поем гимны. И он подошел к нам, увидел, что мы проводим собрание, и он сзади просто встал тихо. Я начал передавать слово, и генерал, он вошел. Знаете, я остановился немножко, растерялся, но он говорит, продолжай религию. И я продолжил религию и начал передавать слово дальше. Понимаете, перед им рядовой. Да, мне было страшно, я даже не знал, что говорить. И поэтому, я даже не знал, что ему сказать, и поэтому быстро закончил собрание. И тогда он вышел, встал и вышел вперед. Сейчас бы, да, я бы передал ему Евангелие. Но он вышел вперед и спросил, могу ли я вам сказать несколько слов? Конечно, можно, он же у нас командующий. Он встал. Я не знаю, с какого момента вы начали проводить собрание. Я никогда не получал об этом доклад. И он начал рассказывать о прошлом своей жизни. Во время гражданской войны в Корее он был командующим ротой. И в Корее была гора Пэнгма. И вершина этой горы была очень важным строготическим положением, потому что с двух сторон, с юга и с севера, окружала его равнина. И называлось это треугольник Чорэ. И месяц владельцам этих гор менялось каждый день. Наши южнокорейские солдаты, они хорошо сражались днем, а ночью сражались хорошо с северной корейцей. Поэтому, если, например, рота идет в сражение в эту гору, из двухсот человек выживало только пятнадцать, двенадцать человек, и большинство людей все умирали. И когда ему сказали идти в это сражение, за день перед сражением он размышлял, он встал ночью и начал оглядываться вокруг себя, и видел, что солдаты, зная, что они завтра погибнут, плакали. Ему было очень больно, потому что молодые люди в цвет те лет, сейчас они плачут, потому что они боятся, что завтра погибнут. И вошел в последнюю комнату, и видит, что один солдат, он в углу что-то делает, тогда у него спросил, что ты делаешь? «Да, сэр, я сейчас молюсь Богу!» И тогда командующий удивился, «Ты за меня молился? Я сейчас за вас помолюсь!» «Хорошо, молись!» И с того момента он начал идти к каждому солдату и спрашивал, «Во что ты веришь? Можно в Буте, можешь Богам разным, можешь Богу? Помолись!» И в тот вечер они знали, что завтра погибнут. И поэтому, когда им сказали молиться, они усердно молились, «Господи, пожалуйста, или Будда, пожалуйста, спаси нас!» На следующий день командующий сприказал в атаку! Никогда в жизни он не видел, чтобы солдаты сражались так храбро, и тогда были минимальные потери, и смогли захватить эту вершину. И тогда командующий, он понял, что это есть сила религии. Вот что такое религия. И он был очень сильно впечатлен. И когда он пришел в нашу часть, у нас не было в то время молитвенного зала, не было пастора при военной части, и поэтому ему было очень обидно. Но однажды он услышал в воскресенье, как поют гимны кто-то. Видя, как я провожу собрание, он сказал, «Давай будем строить молитвенный дом». И на вершине одной горы мы построили молитвенный дом. В нашей части не было денег, поэтому мы грузили песок и обменивали на 20 кирпичей. собирали таким образом кирпичи. И потом мы покупали и стекло, и дерево, и таким образом построили молитвенный дом. В нашей части не было такого, чтобы пришел таком генерал-майор, и потом его, чтобы повысили. В основном, они все заканчивали в этой части службу, однако его уже повысили в звании. И поэтому, когда он пошел в другую часть, перед отъездом он позвал меня и сказал, «Ой, старший лейтенант Ким, хотя я покидаю эту часть, я часто буду к вам приезжать, поэтому хорошо позаботьтесь о рядовом Паке». Он особо попросил, чтобы обо мне позаботились. После этого мы с ним не встретились. Он был старше меня где-то на 20-30 лет, поэтому, наверное, да, ушел с этого мира, но мне хочется с ним снова встретиться. Чем бы я ни занимался каждый раз, когда мне было тяжело. Знаете, Господь Бог очень точно у меня действовал. И чтобы этого Господа Бога обидеть, я не мог отвергать своего лица от Господа Бога. Когда я смотрю, может, нет, но надеющийся на Господа обновиться в силе. Я тоже не пробовал, как Янафан. Однако, каждый раз, когда я сталкивался с схожими ситуациями, каждый раз я уповал на Господа Бога и когда я работал, по-человечески было, казалось, что невозможно. Однако, я видел, как Господь Бог всегда работает. Если вы сегодня утром, неважно, кем бы вы ни являетесь, если вы получили прощение грехов, если вы через слово или индивидуально вы получили прощение грехов, тогда Господь Бог с каждым из вас. Есть два типа людей. Царь Сау, он боялся, и он находился в страхе. А Янафан же, он говорил, если Бог с нами, тогда то, что нас мало, разве это проблема? И он столкнулся с этой проблемой. Человек, который не имеет веры, он не может столкнуться. Он думает только о том, что опасно. Однако, если у нас есть точная вера, и когда мы, уповая на это слово, делаем шаг вперед, тогда, неважно, кем бы вы ни являлись, Господь Бог живо и действует. И именно поэтому, если вам страшно, не нужно начинать с большого, с маленького попробуйте веровать в Бога, понимаете? Да? О, если я сделаю большое, если я все потеряю, что делать? Тогда не делайте. С маленького попробуйте сделать, надеясь на Господа Бога. Господь Бог, Он хочет, чтобы мы стали Его людьми. Он разделяет людей над Его людьми и людьми, которые являются не Его людьми, те, которые получат проклятие или не получат. Неважно, какая проблема, когда стоят, ты веришь в слово Господа Бога или же своим мыслям. И от этого определяется все. Именно поэтому слово Господа Бога, оно отличается от наших мыслей. Поэтому, веруя в слово Господа Бога, я не могу верить в себя. Веря в себя, я не могу верить в слово Господа Бога. Понемножку, понемножку я оставляю свои мысли и я попробовал пойти по слову Господа Бога. Но интересно, Господь Бог, Он, я видел, как Он в нас действует и проявляет свою силу. Если рассказывать обо всем, как Господь Бог в моей жизни действовал, даже все и ночью не хватит, чтобы все рассказать. Но много раз Господь Бог, Он жил во мне и я видел, как Он действует. Поэтому, я верю в Бога. Иногда, мне кажется, что по-человечески это невозможно. Кажется, что не получится. Однако, когда я смотрю на Господа Бога и верой иду вперед, я видел, как Господь Бог всегда помогает мне. Вот именно, что такое вера. Это не что-то, просто делать хорошие, добрые дела. Я не говорю не пожертвовать. Да, пожертвовать это хорошо. Нужно давать Богу. Это тоже были слави Божьи. Однако, чем все это? Кажется, раз, когда я с чем-то сталкиваюсь, да, мои мысли всегда противоположны от слова Господа Бога. И Господь Бог говорит, попробуй, Янафан, пойти вперед. Я тебе помогу. Я тебя благословлю. А мысли мои говорят, что ой, я поднимусь, а вдруг кто-то протянет копье, я погибну. А если я умру, что будет с нашей страной? Две мысли, так, всегда будут в нас. И ваши мысли отличаются от слова Господа Бога. Однако, что удивительно, неважно, кто здесь сегодня сидит, наши мысли отличаются от мыслей Господа Бога. однако, слово Господа Бога, оно, скажите, чьи мысли? Бог – это Бог. Здесь есть родители, а также есть, скажите, у родителей такие же мысли, как у трехлетнего ребенка, конечно же, отличаются. У четырехлетнего ребенка и мысли родителей одинаковые, конечно, отличаются. Пятнадцатилетнего мальчика и родители думают одинаковые или отличаются их мысли. Конечно же, отличаются. Поэтому родители должны вести своих детей. Порой ломать их желание, говорить, чтобы они слушались родителей. Современные дети, они редко ломают свою душу, поэтому у них плохо получается. Но если они в детстве научатся, им будет намного легче в жизни. В слове Господа Бога неважно, какие у меня мысли, когда я оставляю свои мысли и когда я возвышаю слово Господа Бога и когда по слову я начинаю идти вперед, когда я сто процентов получаю благословение, но для того, чтобы следовать за словом, мне нужно оставлять свои мысли, иначе у меня не получается следовать за словом. В 1962 году до встречи с Иисусом все, что было у меня, было провало. Я точно понял, что если я буду следовать за своими мыслями, тогда я потерплю крах. Поскольку я это точно понял, я не следовал за своими мыслями, я веровал слово Господа Бога, и тогда каждый раз Господь Бог удивительным образом действовал у меня. И сейчас Бог в Гагнамской церкви Он живет. И сейчас Господь Бог Он действует. Когда вам тяжело, когда вы страдаете, когда у вас есть проблемы, Он всегда с нами. И тогда мои мысли и мысли Господа Бога всегда отличаются. Потому что злой дьявол он дает мысли, которые противоречат слову Господа Бога. И если я буду следовать за словом Господа Бога, мне кажется, что у меня будет ждать провал. Такие мысли дьявол мне дает. Так дьявол действует. Понимаете это? И поэтому оставив все ваши мысли, если вы будете следовать за мыслями Господа Бога, за словом Его, тогда вы будете людьми Божьими. Саула, Господь Бог избрал, и Бог хотел через него совершить удивительное деяние. Однако он забоялся. Поэтому Бог уже не мог через него действовать. Он был с Богом, но он не веровал в Бога. Поэтому Бог оставил его. И наоборот, Давид же, да, он был очень хорошим другом для Янафана. Он веровал в Бога. Бог в любой ситуации будет мне помогать. Господь Бог любит меня. Господь Бог ведет меня. Господь Бог со мной, поэтому никто не может победить меня. Бог помогает в моих деяниях. Именно с такой верой, когда он начал делать шаг вперед, каждый раз сила Господа Бога, она действовала в нас. Это можно было увидеть много раз. И таких свидетельств множество. сегодня о чем говорил пресвиктор Хуан? Мы разработали лекарства одиазовые брули. И очень сложно сделать лекарства. И потому что нужно доказать на какой элемент в этом средстве лечит болезнь. однако в китайской медицине нет такого понимания. Просто говорится, что это полезно для чего-то. И поэтому очень тяжело доказать, что это лекарство хорошо одиазовые в Буронде. Однако в Буронде в Инене правительстве дали возможность поскольку этом лекарстве нет ядовитых веществ и очень хорошо лечится ясва брули. И поэтому правительстве что они предложили давайте как фитотерапия, как лекарство из растительных вещей будем лечить. Однако так можно лечить тоже. По закону возможно. Однако для того чтобы это стало признанным лекарством нужно пройти многие этапы. Сегодня один брат свидетельствовал Вифиупи марте прошлого года проводилась универсиада и университет Вифиупи они сказали о том что у нас нет способности проводить такое мероприятие поэтому мы хотим чтобы организация IWF проводила мероприятие за нас. когда я был в университете Микелли пастор Пагенчжу и нескольких служителей я послал и там собрались люди и несколько месяцев наши служители готовились и готовили волонтеров и знаете в Африке нет порядка однако проходя нашу тренировку они начали сильно меняться поэтому наши министры из Африки когда приезжают в Корею и видят как наши волонтеры работают они удивляются обычно когда приезжают министры на какое-то совещание они целый час пропускают а мы же поставили каждого человека одного человека одного человека чтобы он смотрел и если министр хочет пропустить тогда студенты говорят ой министр вы должны пойти иначе мне будет очень плохо чтобы все могли участвовать и знаете видя что как хорошо студенты работают им тоже не нравилось это и поэтому попросили чтобы мы проводили за них университет работу и знаете из объединенных организаций африканских стран попросили чтобы мы помогали и для университет мы теперь будем в дальнейшем также работать наши ребята были волонтерами передавали евангелие все это это является служением для бога и было очень хорошо и в этот раз мы познакомились с правительством и помогали друг другу и знаете кого мы там встретили по милости господа бога знаете всемирная организация здравоохранения и мы встретили ответственного за лекарство знаете он так сильно удивился и сейчас мы готовим вы пожалуйста помолитесь язва бурули это такая страшная болезнь которая просто съедает от человека изнутри пресвектор он разработал лекарство которое очень хорошо лечит человека от этой болезни знаете даже пубель могла быть очень болезнен независимо от денег пресвектор работает и получается 100 миллион пациентов этой болезни и люди просто умирают и их внешний вид становится очень страшным в любой стране хотят найти средства чтобы вылечить но не могли разработать но пресвектор по благословению господа бога смог разработать это лекарство бог дает мудрость бог святой у нас действует а так бог будет действовать бог открывает путь нам и поэтому служение которое мы ведем и в ангелии который мы передаем господь бог удивительным образом действует и люди удивляются я очень благодарен богу за это мы когда соединяемся с сердцем божиим когда мое сердце стало единым с сердцем бога тогда душа господа бога сердце божье входит в нас и мудрость которого у меня не было начинает появляться в нас любовь которой у нас не было появляется в нас и тогда когда я вижу как наши студенты проходят тренировку их невозможно сравнить со студентами других организаций такие же студенты которые были испорченными однако они проходят тренировку они начали очень сильно меняться знаете часто бывает что хорошие ребята становятся злыми именно поэтому работая с нами они меняются именно это вера в господа бога и то же самое когда мы вкладываем мудрость господа бога бог дает свою мудрость чтобы мы начали размышлять о тех вещах о которых мы раньше не могли думать счастье о котором мы не могли раньше представить даже бог позволяет чтобы мы могли подумать почувствовать поэтому мы можем жить благословенной жизнью дорогие братья и сестры бог кого ищет высоких красивых умных нет тех кто с сердцем его не нужно упрямиться из-за того что вам кажется что ваши мысли праведны попробуйте сломать вашу душу и по слову господа бога даже если мне кажется что не получится если не получится бог возьмет на себя всю ответственность и надеясь на слово господа бога попробуйте перенестись к богу тогда неважно кем бы вы являетесь бог обязательно будете живо и проявлять свою силу и действовать и вы сможете получить безграничное благословение господа бога в гонконге пастор кем дегон он там проводил собрание семинар многие люди хотят научиться тому что мы учим в этот раз 24 служители из африки они 3 месяца у нас учились получая обучение некоторые служители пастора большой церкви он сказал что я хочу что моя жена тоже которая служит в нашей церкви тоже училась здесь и мой сын также я сказал это не тяжело для нас и в дальнейшем начиная с февраля мы хотим чтобы многие служители могли проходить тренировку у нас как мы можем получить прощение грехов как мы можем родиться свыше как наши грехи становятся белее снега как мы можем идти вместе с Богом как мы можем радовать Бога и как нужно сделать чтобы Бог в нас действовал такие основные вещи если мы сможем их научить тогда где бы вы ни служили вы сможете увидеть как Бог с вами в Корее среди многих церквей есть церкви где братья и сестер меньше чем 5 человек с большими трудностями они там служат они пройдя эту тренировку им будет очень хорошо они смогут измениться но из-за того что те которые плохо о нас знают они говорят о нас плохо и люди закрывают свое сердце перед нами однако многие постары из разных стран они просят чтобы мы проводили там семинар и видя этот семинар они удивляются и говорят что а вот как получают прощение греху научившись этому они очень сильно впечатлены и в дальнейшем мы хотим чтобы в течение двух-трех лет христианство всего мира независимо от динаминации стали единой церковью чтобы не ругались между собой чтобы не осуждали друг друга и чтобы служили Господу Богу чтобы такое время настало и Господь Бог точно поможет нам я верю в это я желаю чтобы вы поскольку мы тречим Бог поэтому чтобы вы оставили ваши мысли и следовали словам Господа Бога в дальнейшем я хочу через примеры рассказать как это можно сделать наши мысли не правы и думая о том что Бог правее чем мы тогда наша духовная жизнь будет хорошей давайте на этом закончим субтитры